Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. Музыка всегда являлась тем инструментом, который может затронуть самые глубокие струны нашей души. Одна музыка может вдохновить человека на великие подвиги, другая — вогнать в уныние и тоску. Одна музыка восхваляет любовь, другая порождает ненависть. Если музыка имеет такое влияние на душу человека, то, возможно, нам, христианам, стоит более внимательно относиться к тому, что мы слушаем. Или это всего лишь предрассудки, и музыка — это всего лишь дело вкуса, а, как принято говорить, о вкусах не спорят. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия Иреем Максимом Соколовым. Отец Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Максим, вопрос такой. Нужно ли нам, православным христианам, верующим людям, слушать только духовные песнопения, православных бардов, или все-таки можно слушать современную музыку, или поп-музыку, или какие-то другие жанры? Вопрос такой интересный. Нужно или можно? Апостол Павел говорит, многое мне позволено, немногое полезное, многое могу, но ничто мною да не обладает. И на самом деле, вот, ну, и, как на самом деле, это, наверное, неправильно сказать, по моему опыту, моей жизни в христианской церкви, и в православии, да, и в изучении, так скажем, того и как, что происходило в истории, действительно, нам Господь дал очень большую свободу, очень большую свободу. А вот размышлять и смотреть и думать, и испытывать, как и что на нас воздействует, это, конечно, ну, задача каждого христианина, наверное. И, наверное, было бы не очень правильно вот просто сказать вот так, вот эта вот музыка правильная, ее слушайте, а эта неправильная, ее не слушайте. Ну, по крайней мере, архиерейские соборы, да, к которым мы прислушаемся, или поместные соборы, к которым мы в этих вопросах прислушаемся, или вселенские, тем более, насколько мне известно, не давали вот такие вот указания, но уж тем более по поводу там современных разных направлений, современной музыки. Но это опять-таки не значит, что, ну, жизнь духовная совершенно индивидуальна к этому вопросу. А здесь я бы ответил словами, по-моему, святителя Феофана Затворника. Только он не по поводу музыки писал, а одной из своих духовных дочерей по поводу светской литературы. Она спрашивала, вот можно ли читать вот это или вот это. А мы знаем, в 19 веке тоже там вполне себе такие были очень вольные иногда, искусительные даже романы и литература. И он ей сказал так, скажу очень тихо, шепотом, ну, то есть, не претендуя, да, на истину в последней инстанции. Читайте, но внимайте своему сердцу, какое воздействие оказывает на вас прочитанное. И если лишаетесь, ну, я не точная цитата, но в смысле того, что если после прочтения в сердце возникает или уныние, или какой-то соблазн, да, ну, в общем, какие-то неправильные, ненужные чувства, то лучше не прикасайтесь. Если же в сердце, если же в сердце, ну, вот нет такого ни искушения, ни уныния, ну, или, по крайней мере, явным образом, да, нет такого воздействия, то читать можно. Вот в этом смысле, мне кажется, и к музыке стоит тоже относиться вот таким образом. Внимательно, с вниманием к себе, прежде всего, что она делает для меня. Вот, ну, например, да, рок-музыка, да, которая сейчас уже, сейчас, конечно, уже она не самая популярная, сейчас новые направления музыки. Но вот многие говорят, вот я в свое время тоже этот вопрос интересовался этим вопросами, прочитал несколько брошюр, в том числе, которые батюшки писали, я тогда батюшка еще не был, и для меня это вот тоже так вот прям трепетно было, интересно, что говорят батюшки, они говорят, вот рок-это протест, протест-это самый первый, кто протестовал, это сатана, да, и поэтому, значит, рок-это такая музыка сатанинская, они говорили. А с другой стороны, тоже там другого какого-то, я батюшка почитал, он говорит, ну ведь протестовать тоже можно по-разному и против разного, и в некотором смысле, Христос, это тоже был, можно рассмотреть, Евангелие Христа, благую вещь Христа, как протест против вот этой вот, какого-то омерщвленного, каменно-сердечного отношения к Богу, вот, и я после этого понял, что да, надо смотреть всегда против чего протестуют, если протест ради протеста, или протест против чего-то доброго, что настраивает человека на взаимоотношении с Богом, то, ну, не надо слушать такую музыку, если же это протест против зла, или даже протест против, может быть, не явного зла, вот этого вот фарисийства, какого-то, да, самодавляющего, мертвящего закона, который не ведет ко Христу, то такой протест может быть и допустим, и возможен, и почему бы не взорвать то временное и ветхое, которое мешает человеку искать Бога. — Максим, на самом деле, для меня тема музыки очень близка, ну, я думаю, я могу себя назвать меломаном, я вот с самого детства, наверное, даже лет шести-семи уже вовсю слушал музыку, и помню, когда еще у нас был музыкальный центр, были даже видики, так называемые, где вставлялись видеокассеты, и мама у меня в детстве любила делать сборники из них, то есть там вот были разные музыкальные каналы, тогда еще технологий таких не было, как сейчас, взял флешку, закачал с интернета все треки, которые тебе нравятся, и слушал, а мама вот записывала каждый раз, — Свои плейлисты составляла, — Да-да-да, и вот у нее там на разные праздники всегда просили дать эти кассеты, потому что сборники получались очень хорошие, вот во многом какой-то музыкальный вкус сформировался благодаря вот вкусам родителей, там лежали диски, там группы Enigma, там Million Farmer, ну там Hi-Fi, вот самый первый диск, и вот как-то вот с тех пор по жизни постоянно я слушал разную музыку, и для меня на самом деле это очень такая близко интересная тема, потому что музыка проявляет себя по-разному, как вы действительно сказали, даже если говорить про тот же рок, я так понимаю, вы сами слушаете тоже рок? — Ну я в основном, да, то есть ближе к этому, хотя разные стили, я вообще, вот кстати, я как раз всегда говорю, что я не меломан, то есть я почему-то как-то так, получается, что я слушаю много музыки, но бывают такие периоды, когда я очень долго могу не слушать музыку, вот, или там с той же гитарой, я могу сидеть, играть какие-то песни, а иногда могу месяц-два там не брать, что, например, для моих друзей-меломанов, это вообще не... Он говорит, как, ты два месяца не брал в руки гитару? Я говорю, нет, вот, и ничего там, я говорю, да ну нет, ну вот захочется беру, вот, поэтому я разные стили музыки слушаю, слава богу, у меня есть друзья, которые, ну, настоящие поэты и музыканты, с ними мы можем разговаривать об этом. — Ну вот почему я акцентировал внимание на роке, на самом деле ведь тоже вот некое негативное отношение среди верующих православных людей тоже оно возникло неспроста. Неспроста. Мы знаем, что некоторые рок-музыканты или там, может быть, вот, да, рассмотреть другой такой поджанр, как металл, тяжелый рок, они прям любят баловаться такой вот оккультной, сатанинской символикой, там, снимать клипы на фоне пентаграмм, перевернутые кресты ставить, и вот вообще сам, сама музыка такая тяжелая, она, ну, как вот вы говорили, действительно оставляет какой-то такой тяжелый след в душе. Вот к такой музыке все-таки нам как относиться? Ну, как-то это вызывает определенный вопрос и как-то вроде не стыкуется, но все-таки мы же христиане, и как-то нужно все-таки, может быть, удаляться от такой музыки? Или все-таки, опять же, это просто, просто такой имидж, просто такой стиль, и на самом деле за этим кроется добрый и пушистый рок-музыканты, у которых все в жизни хорошо на самом деле. Нет, ну, здесь мы не будем такими релятивистами, да, то есть, что все относительно, не будем, конечно, говорить, если это однозначно какая-то сатанинская символика, или даже если она не явна в сатанинском виде, а просто, ну, бывают такие заложенные, очень недобрые, не христианские, не человеческие смыслы, то об этом надо честно говорить. Другое дело, что очень многие музыканты, они же тоже, вот как человек, он проходит период подростковый, да, вот, и подростковый период, он иногда, вот даже в церковных семьях, да, знаменуется тем, что вдруг ребенок начинает все не испровергать. Плохо, если он всю жизнь продолжает не испровергать, но в подростковом возрасте это часто бывает таким вот возможностью прийти потом опять к Богу, прийти к отношениям добрым, но уже осознанно, вот. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что это здорово, когда там вдруг ребенок начинает ругаться, там, нехорошими словами, общаться с дурными компаниями, и, там, не знаю, курить сигареты. В этом ничего хорошего нет. Но сразу ставить крест, да, ну, сказать, что все-все пропало, и человек пропал, да нет. Нет, ну, я знаю огромное количество людей, которые потом вырастают, перерастают это, и в жизни, и в музыке, вот, которые начинали, как какие-то богоборцы, а потом со временем приходят к вполне себе христианскому, и пониманию, и прочтению. Поэтому, вот, вот здесь надо честно говорить, да, это не христианское, да, мне это, ну, как бы, мне это не близко, вот. Но при этом ждать от человека, потому что, как, тоже есть же в Писании, помните такие слова, о, если бы ты был горячим или холодным, да? И здесь в этом смысле Господь говорит, что человек, который как-то выражает себя, пусть даже он в данный момент выражает и против, против того, что нам дорого. Но человек неравнодушный, и у него есть возможность дойти до Бога. Человек находится в движении, да, и рано или поздно он может дойти до Бога, действительно, да. И я думаю, что вот так, и вот поэтому некоторые песни, может быть, какие-то, и у меня в свое время там были, по молодости, такие песни, которые сейчас бы я, наверное, не назвал образцом благочестивого какого-то отношения, вот. Но при этом, ну, как бы они дороги, потому что это был поиск Бога, это был поиск себя, вот. И я вот их не за это содержание уважаю, а за тот путь, которым меня Господь вел. Отец Максим, вот тоже такой вопрос интересный. Я знаю, что вы в свое время выступали у одного блогера, Серафима, и там общались с Бастой, тоже на тему музыки. И там, на самом деле, прозвучал вопрос, на который вам не дали ответить, отвечал Баста, но вопрос касался того, почему у нас нет христианской музыки вот именно в таком, в понимании современном, в понимании вот такой массовой культуры, да, там, христианский рэп, или, например, христианский рок. Причем на Западе есть целые течения, есть целые группы, и рок-группы, которые этим занимаются, и довольно знаменитые. И некоторые солисты прям великолепным голосом обладают и исполняют вот этот христианский рок. Почему у нас это вот, ну, не разве это в православной среде и даже как-то в штыки воспринимается? У нас, да, есть, если можно назвать православные барды, которые сами пишут песни, исполняют там и мужского, и женского пола, да, популярно. Но вот именно вот в плане такой массовости каких-то групп или рок-групп этого нет. Как, батюшка, вы думаете, с чем это связано? Ну, во-первых, не сказать, что совсем нет. Мне вот там действительно, ну, не дали развернуть ответ. Вот, я там начал только отвечать, а потом они вот как-то с Серафимом заспорили. Ну, все-таки есть, ну, конечно, я думаю, что они не настолько широко популярны, может быть, как на Западе, да, вот, но у нас есть там, ну, я не знаю, есть группа, которая много лет поет, группа Ихтис, например, да, которая традиционная, песнопение, да, это, ну, не совсем рок, хотя там очень многие там как раз играют и Смирновы, музыканты, да, и Петр Акимов, и сам лидер группы Адриан, ну, не чужды разных направлений музыки, но вот это вполне себе такие христианские песни, но это не совсем, это, конечно, не рок, не рэп, да, но это современная музыка, традиционная музыка, поданная вполне себе современном хорошем звучании, это и, ну, многие все-таки, ну, например, тот же самый Кинчев Алиса, да, он не поет напрямую христианские, такие вот, ну, как Серафим говорил, да, что там Христос там и так далее, как это закон, закон вместо Сансара, да, закон Христа, вот, но многие песни и Кинчева, и многие песни и Шевчука, и многие песни других рок-музыкантов, если ты умеешь слушать, ты слышишь, что они о Боге, вот, вплоть до того, что, ну, вот, или некоторые, даже более того, некоторые песни ты можешь услышать, ты вообще можешь понять только смысл, только если ты читал Евангелие, например, вот был такой интересный очень автор, Александр Непомнящий, вот, который вообще, как казалось бы, пел в стиле таком панк-рока, но у него такие есть песни, в которых евангельские смыслы наложены вот просто вот такими слоями, один на другой, как хорошая картина, Веня Дыркин, который, да, тоже, казалось бы, такой то ли бард, то ли рок-н-ролльщик, но при этом очень многие песни у него именно в таком евангельском контексте, то есть, это есть, просто может быть у нас есть такое, что многие, то есть, у нас не принято говорить, я вот христианский рок-певец, да, или я христианский бард, вот, но совершенно точно, что Евангелие живет в культуре, но и те же самые барды, да, то есть, есть, конечно, те, которые прямо напрямую, вот, как я говорю, то, что мне не очень близко, например, там, поют там свечечки, там, колокола, там, трам-парарам, да, ну, в таком стиле, мне это менее близко, но есть, например, песня, ну, вот у нас в Самаре есть Виктор Воронов, которого песни очень многие, я прям, на многие приходские праздники, там, или в революционные центры, там, есть все, вот, потому что я знаю, что его песни, они в том числе тоже о Евангелии, ну, и другие, есть много моих, в том числе, знакомых, друзей, которые поют о Евангелии. Слава Богу, Батюшка, хорошо, что вы разбиваете вот такой вот стереотип о том, что в нашей православной среде вот нет таких исполнителей, на самом деле есть, и это классно, это круто, дай Бог, чтобы это направление развивалось и находило отклик в сердцах людей. Смотрите, у нас одна из заповедей гласит, не сотвори себе кумира, а, как известно, знаменитых певцов, исполнителей называют люди кумирами, да, всячески бегают за ними, пытаются взять автографы, пытаются копировать их внешность, копировать их повадки, жизнь, и вот, наверное, даже самое вот, что совсем вопиющее, как для нас, для христиан, это явление в Южной Корее, когда кей-поп, корейская поп-музыка, в которой знаменитости называют идолами, айдолами, то есть это вот прям непосредственно прямое указание, что вот люди, которым нужно поклоняться, как бы такой вызов своеобразный Богу, что вот они кумиры, вот они идолы, как нам к такому явлению относиться, и как нам относиться вот к знаменитостям таким, которые ставят вот себя вот вместо идолов. Ну, с одной стороны, с одной стороны, я бы сказал, что, конечно, это явление болезненное, да, потому что, ну, человек, которого объявляют идолом, он и сам страдает очень сильно, и я, ну, так у меня вот дочка, как и многие наши, наверное, молодежь, тоже в свое время, так сказать, много интересовался, я тоже интересовался тем, что она интересовалась, и когда я коснулся, ну, немножко так, почитал, посмотрел о жизни вот там тех же вот этих вот корейских айдолов, да, или идолов, там, как их называют, так же они несчастные люди, они не могут, то есть они о каждой шаге своей жизни должны думать, как это воспримут их поклонники, где он там сфотографировался на фоне чего, в какое кафе он зашел, с кем он вроде бы встречается там или не встречается, какие-то симпатии проявляет, то есть это ощущение, что вот они выбирают жизнь абсолютно несвободную внутренне, и это очень грустно, то есть это не только, мне кажется, не полезно для тех людей, которые считают их идолами, но и для тех, всяких людей, которые вот этими идолами становятся, но при всем при этом, да, то есть это вот первый слой, который я сказал, что само явление, конечно, сотворение кумира не полезно ни для кумира, ни для тех, кто творит, а с другой стороны, мы же понимаем, что вот эта вот культура, особенно современная культура, но я думаю, что она и всегда была такая вот низовая, низовая культура такая, близкая к карнавальному, карнавальному психологии, она очень часто именно этим и пытается зацепить, этим и пытается проявить к себе интерес, и вот это заигрывание, ну вот, кстати, как те же металлические группы, которые, может быть, они сами не являются вполне себе, там не являются ни сатанистами, ни какими-то там злодеями, но делают это, чтобы зацепить общество, вот, это тоже такой некоторый подростковый такой подход, да, или, ну, помните в свое время вот эту вот певицу, американско-итальянского происхождения, которая выбирает себе имя Мадонна, но это же был плевок вообще, ну, как бы, такой попытка зацепить вообще всю христианскую культуру, вот, потому что Мадоннами обычно называли именно Божью Матерь, а она такая, ну, сложной женской судьбы, вот, и, вот, и здесь это тоже, мне кажется, вот это вот слово идол, и вот эти вот попытки такой вот смоделировать культ вокруг них, это тоже попытка подростков, ну, в некотором психологических подростках, зацепить взрослых, обратите на меня внимание, может быть, показать, что они нуждаются в нашей любви, поэтому, с одной стороны, конечно, это странно и неприятно, ну, не здраво, не то, что неприятно, мне вот как-то, ну, я спокойно отношусь, а с другой стороны, за этим надо, ну, продолжать любить, продолжать любить наших детей, которые, которые то одним увлекаются, то другим, я в детстве тоже такие группы иногда слушал, что сейчас бы я сказал бы, вот какой ты дурачок был, но меня продолжали любить, мама меня продолжала любить, близкие меня продолжали любить, и я перерос, и какие-то вещи в себе понял, поэтому и здесь тоже, почему, почему они должны быть намного лучше и мудрее нас. отец Максим, вот на самом деле, это все мнимая такая, мнимая иллюзия, что искусство деградирует, что сейчас музыка уже не та, и групп нормальных нет, вот раньше было лучше, и раньше писали настоящую музыку, то, что сейчас слушает молодежь, это невозможно слушать, или все-таки на самом деле, есть некая деградация, вот современного искусства, современной музыки, в плане той же морали, вот вы сказали о том, что пользуется вот такими грязными приемами, чтобы привлечь свое внимание, что в музыке начинают говорить не о вещах каких-то высоких, а о вещах низменных, и через это пытаются привлечь внимание к себе. Почему так происходит? То есть действительно происходит некая деградация, или это просто разница поколений? И опять же, почему в музыке вот пользуются такими грязными приемами, чтобы привлечь к себе внимание? Почему нельзя петь и говорить о чем-то добром, полезном, нравственном, а нужно вот постоянно, если взять тот же рэп, постоянно мат, постоянно какие-то низменные вещи употребляются в своих речитативах. Почему это происходит? Потому что так проще. Потому что так проще. И вы, батюшка, иногда читаете не только проповеди, но и лекции. И мне тоже иногда бывает. И вот я знаю, что если аудитория спит, то нужно что-то такое рассказать не из высокой философии, там, богословия и так далее, а что-нибудь там, ну, просто вот. А вы знаете, я в школе в Любион был в одну девочку. И сразу, ну, то есть, как бы это даже не низкое, но все равно это такое сразу понижение уровня, и сразу у людей возникает интерес. Ага, что это такое он расскажет? Ну-ка. Вот. И если это используется, ну, как корректно, и как прием, ну, это может быть просто прием. А так, вообще у меня в последнее время такое ощущение, что действительно, ну, я, наверное, уже много прожил достаточно времени, чтобы видеть, как культура закольцовывается. В последнее время есть целая группа вот такой вот молодежи, как это называется, на вайбе, или как вот это вот поют, да, я на несколько таких концертов сходил, и меня вначале очень удивило. То есть, во-первых, они начали, они используют... На чили, батюшка. На чили, да. На чили, да. Вот. Они, во-первых, они совершенно начинают игнорировать голос, да, то есть, поют каким-то таким нарочито простым, тихим, изможденным, я говорю, песней изможденного вокала. Вот. Во-вторых, у них очень интересные аккорды. Самые простые, вообще самые простые. Вот. Я думаю, ну, неужели вот вроде бы, да, то есть, как бы, музыка уже так развелась, уже сейчас какие-то сложные, вот. А у меня такое ощущение, что они обнулились. Они обнулились. Вот. Смысл песен тоже, я говорю, в помню, все в советское время смеялись, когда вот это по три, четыре, пять раз повторяется один на тот же куплет, да, я могла бы побежать за поворот, могла бы побежать. Вот. А сейчас, вот, очень многие песни, вот этих современных авторов, они вот как раз такие, один-два куплета, и много-много раз повторяется припев. Да. И что еще тоже, мне с одной стороны удивило, с другой стороны, может быть, отчасти даже порадовала, какая-то такая простота. Вот. Сейчас самые простые тексты, вообще, то есть, понятно, о чем они. Но при этом человек, где-то несколько минут перед этим, говорит, ой, я вот сейчас написал такую песню, вот в ней будет вначале грустно, потом будет немножко весело, потом вот вы должны почувствовать вот это, и мне так нравится эта песня, то есть, есть какая-то такая незамудненная влюбленность, потому что люди это делают. И я вначале, в первый момент, я думаю, ты что вообще здесь слушать? А потом я просто начал воспринимать это как какое-то новое явление, наверное, обновление вот этого, опять возвращение к какой-то простоте, безыскусности и так далее. Вот. Посмотрим, во что это выльется. Посмотрим. Можно считать, что это деградация, а можно считать, что это новый виток. Спасибо, отец Максим, за добрую беседу о музыке. Будем надеяться, что музыка будет помогать нам находить Бога, помогать находить мир в своей душе и будет помогать нам идти вот по нашему жизненному пути навстречу к свету. Спасибо, отец Максим. Помоги нам, Господь. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангела всем Хранителя. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok